И всё, я готов. Скажите, пожалуйста, мой первый вопрос. Я знаю, что вы в Минске снимаетесь в фильме «В цвет», так называется, да? О чём он? И говорят, мне сказали, что он о сексе. Конечно. О чём ещё у меня может быть? Кроме двух-трёх грамматических произведений. Как всегда, он про секс, но не о сексе. Это декорация. Просто интересная и иногда уместная. Это, я не буду раскрывать сюжет, там всего 15 минут, я сейчас сюжет раскрою. Это комедия положений, естественно, о том, чего на самом деле хочет женщина. Скажите, пожалуйста, вот, раз уже про женщину. Катерина, вы такая красивая, обаятельная. Подивитесь, пожалуйста, секретами своей красоты. Генетика. Знаете, правда. Генетика и... И фотошоп. Фильтр в Инстаграме. Да. Конечно. Хорошее настроение туда примешивается, в эти фильтры обязательно. Ну, честно говоря, я не знаю, что было бы со мной, если бы я постоянно ела жареную картошку, мою любимую, пила бы виски. Мой любимый. Такое было бы по пачке сигарет, которые являются любимыми у достаточно большого количества людей, судя по статистике. Ну, мне так думается, что любовь к своей личности и любовь к телу, как к инструменту, которая позволяет делать невероятные вещи, когда ты его содержишь в должном состоянии, являются залогом хорошего здоровья и ментального, и интересного. Спасибо. Смешно было бы, если бы вы задали вопрос, в чём секрет красоты, я бы задал, вы кому это? Ну, кать, естественно. Понятно, что не вам. Не, ну мы можем и о мужской, с развлекательностью поговорить. Нас снимают, а ты не докажешь тебе. Ничего страшного. Вы же сказали, что это видео, что это аудио. Так, что за обман? Нет, это реально, куда-то пойдёт, нет? Не дальше нашего порта. Мы просто запишем, чтобы было легче. Да, да, просто если реально, если вы, когда я живот в тяну, там буду уменьшить. Ну, лучше на всякий, мало ли. Мало ли, мало ли пойдёт. Да, я опять себя притешу. Да, хорошо. Мало ли. Спотел, работал, работал. Работал, да. Так, хотела ещё спросить такой вопрос. Первые, или раз приехали в Минск, вы как вам понравился город? Ну, я проехала столько из аэропорта через весь город на нашу съёмочную площадку. Очень красиво. Красивая центральная улица, палац. Державных или как-то, правда, державных. Я не первый раз. Я бывал. Бывал. Ну, конечно, здорово, он очень удобно спланирован, широкий, просторный такой. Красивая архитектура, я так понимаю, здесь, наверное, основная сталинская архитектура, правильно, до 50-х, 60-х годов. Я думаю, что здесь лучший, как бы, сохранил сталинский импер. Да, да, лучший представитель. Естественно, в него вложились, в этот город, я так понимаю. Мне очень понравился живой с точки зрения ночной жизни. Я такого не ожидал. На Зыбевскую, конечно. Ну, я ходил, а там так, еле в себя вообще пришёл. Ну, я так, естественно, потусил. Поза вчера пока ещё не была, так идём и в хатске. Вот, хорошо, я вернусь. А вот вы назвали себя во время выступления, что вы относитесь к поёму евреям. Вы выступали бы как в Израиле со своими концертами. Я думаю, что, в принципе, вы только, разумеется, разъясните, что имеется в виду. Тогда всё это нужно. Могу сказать про себя тоже, что я так же, а тут всё-таки. Да, вот так, правильно, хорошо. Всё хорошо у вас, да? Да, нормально, бухает. Я один раз выступал в Израиле сам. Потом мы выступали, я думаю, что перед 50% случаев, как это была еврейская публика, с Константином Юрьевичем Мухабенским в Америке у нас был, так сказать, тур. И мы с ним поедем тоже в Израиль, в Тель-Авив, по-моему. Потом с Михаилом Гривым, у нас есть программа «Еврейский Новый год». Мы её читали и на Лимуде, это такой еврейский совет. И даже чуть ли не в Еврейском культурном центре. Так что меня ничего так терпят. Меня пиздатые евреи, меня пока терпят. Так, ещё такой вопрос. Я так понимаю, что вы уже немножко прогулялись по улице Зайблеска. Вы увидели женщин, я так понимаю, что вам нравится наблюдать за женщинами. Спасибо, что я наблюдать, да. Что у меня остаётся? Здесь вы увидели у женщин лёгкого поведения. Нормально так. Он пополнил коллекцию. Пополнили коллекцию. Весь отель у меня был. Коллекцию выполнять, честно говоря, как-то уже... Наблюдение. Наблюдение, да, а так нет. Поздно мне уже наблюдать наполнять коллекции. Почему это поздно? Так, нет, про личные ограничения уже есть. Ну вот. Да, красиво очень девушке, ничего не скажешь. И лёгкого поведения были красивые, которые я видела. И как в отель не зайдёшь, там много, но мне кажется, что раз они сидели 5-6 часов в баре, наверное, у них с поведением всё легко. Очень красивые. Но дело не в этом, реально очень крутая молодёжь. Я бы дальше, честно говоря, больше и больше внимания обратил на парней. Такие абсолютно европейские ребята, с хорошим вкусом, хорошо одеты. Мне кажется, что здесь, сейчас вот эта улица ничем не отличалась бы, если бы я был в Амстердаме или где-то ещё. Музыка хорошая была, я поклонник электронной музыки. И в те бары, где я заходил, была хорошая музыка. Коктейли умеют делать. Все наши девушки критиковали парней постоянно, что они плохо выглядели. И наши парни как-то взяли себя в руки. Взялись, да. Мне многие сказали, что не взяли за себя. Да, взяли за себя. Последние годы, правда, Саша? Молодцы, да, молодцы. Ну, статьи такие были. Ну, я по себе могу суть. Нет, я не посмотрю. Я просто говорю, что статьи таких много в интернете было раньше. Я не знаю. Ну, как бы. Так, ну, наверное, давайте уже последний вопрос. Над какими проектами вы сейчас работаете, может, по очереди? Ну, у Кати, наверное, больше проектов. Все-таки она действующая актриса. Ну, не очень люблю говорить о планах. Ну, и о том, что еще не закончено. Да, о том, что здесь нет. Ну, да. Ну, я могу только сказать, что в России 1 сентября. А что у тебя выходит? Или у тебя сейчас ничего такого не выходит? Все, что можно выжить, уже сейчас только съемки. Сейчас мне идут съемки, но у меня в постпродакшене фантастические фильмы, проект Близнецы. Режиссер Вячеслав Лисневский, компания Киноданс. Ну, а вообще там предстоят до съемки небольшие. Поэтому не знаю, когда картина выйдет. Ну, вот у меня на Первом канале вышла картина Александра Кота «Ковчег». Там снимали с Верой Гойгуевой. И вот на смерть Веры Витальевны. Первый канал сделал пример. Вчера сделал программу, конечно, мне даже не верится. Ну, у меня что, у меня 1 сентября премьера «Про любовь только для взрослых». Это проект Анны Меликянов. Красное кино. В котором одна из новелл написана по моему сценарию. Как по-моему? Я говорю, Малкович говорил его языку. Да. Это, скорее, наш совместный сценарий с Аней. Действительно, там вот в моей новелле играет Депкуна Айтенгеборга. Тинда Лакишвили, кстати. Прекрасная грузинская актриса. И я рад, что режиссер Резоги Янишвили, который только что получил «Кинотавр» как лучший режиссер, за его действительно мощнейший фильм «Заложники». Я его ничего не видел. Я видел несколько рабочих каких-то моментов. И уже даже по ним понял, что это все будет серьезно. Ты, по-моему, видел, да? Да, я смотрел несколько раз. Дальше, вот короткометражный фильм, который мы снимаем здесь. Один я снял в Петербурге как режиссер. Это мой первый опыт режиссерский вместе с Юлией Хлыниным и Максимом Матвеевым. Ну, я ни на что не претендую. Это вообще в одной локации все было. Новые вещи выходят. И, ну, естественно, у меня новая книжка должна появиться. И, ну, ждите сериал по моим рассказам. Спасибо большое. И когда вы в Минск вообще собираетесь? А мы в Минск приедем, если... Ну, я точно приеду. Если Катя позволит ее график, на премьеру нашего короткометражного фильма. Уж мы-то его грохнем как следует. У нас групповуха, заходите! Заходите, заходите! Тут как раз освободились. Тебе не будет. Только во времени сколько вы здесь будете? Скоро будет. У нас быстро секс, мы быстро. Мне просто нужно здесь костюмы посмотреть. Девушка, мы сейчас тихо. У нас 5 минут. Да, мы интервью за 1 минут. Да, мы сам мы здесь снимем. Ну, все тогда, да? Да, все. Мне кажется, у нас было достаточно.